Если вы включили это видео, то, скорее всего, вы уже подходите к концу вашего обучения в школе и думаете, какой вуз вам выбрать. Но вы понятия не имеете, кем вы хотите быть, а все золотые горизонты, что вам нарисовали учителя, родители и прочие люди с опытом, кажутся вам полной хернёй. Это нормально. Здрасте, вы на канале Сейна, и я сейчас учусь на втором курсе одного из московских журфаков, ну, на журналист, соответственно. Тем, как я сейчас учусь, я доволен, и сегодня я попытаюсь помочь вам в выборе вуза. Первое, от чего стоит оттолкнуться, это обучение за границей. И вот сразу у вас в голове наверняка всплыла штука, бля, это дорого, не, это я не могу себе позволить, это точно не про меня. На самом деле нет. То есть, дело в том, что обучение за границей, оно на самом деле не такое сложное и дорогое, как всем кажется. Возможно, у вас есть знакомые, там, какие-то богачи, которые отправили своих детей за границу, но на самом деле образование это одно из важнейших вообще вещей в жизни современного человека. Ну, это просто так, это аксиома. И ваши родители, скорее всего, были готовы к тому, что вы будете получать образование. И многие родители готовы оплачивать вузы, то есть платить за обучение. И зачастую деньги, которые они готовы платить за обучение, одинаковы, как для России, так и для заграницы. Зачастую выходят очень похожие суммы на обучение и там, и там. Особенно, если вы планируете для получения образования переехать из маленького города в Москву или Питер, то задумайтесь три раза о том, что я сейчас говорю. Посмотрите, сколько стоит образование, допустим, в Польше, в Чехии, в других странах Европы. Это все равно другой уровень образования, но при этом это самые дешевые страны Европы. Вообще, просто по всем факторам. В многих из них цены на все ровно, как у вас в городе, а при этом образование, допустим, бесплатное. Таким образом, деньги, которые родители готовы были платить за вуз, в котором вы учитесь в России, они могли бы платить просто за ваше проживание там, а вы бы учились на бесплатной основе. По студенческой виде вы все это сами можете прочесть. Если есть такой вариант, то это перевернет ваше отношение к образованию. Первое, о чем вам просто стоит задуматься, это вообще актуальность образования. Вам просто стоит понять, что огромный процент людей, прямо сейчас работающих в России, при том некоторые работают довольно успешно, имеют хорошие деньги, обеспечивают себя, семью и живут неплохой жизнью, как бы с профессией у них все хорошо, они на нее не учились. Они учились на какую-то другую. К сожалению или к счастью, сложилось так, что в России высшее образование не особо что-то значит. Ну, скорее к сожалению, наверное. Но суть в том, что у всех есть дипломы. У всех, у каждого корочка просто. Он потерял ту важность и тот лоск, который у него был до этого. То есть сейчас люди со степенью профессора, они зачастую зарабатывают небольшие деньги, кое-как живут и они просто живут на чистой любви к делу, которым они занимаются. У нас нету своих Илонов Масков, к сожалению. И сама система, она уже настолько формальная, что есть вузы, которые работают чисто на то, чтобы дать вам корочку. Даже у меня очень много людей и моих друзей, у меня на курсе, у меня в институте, которые пришли туда чисто ради корочки, просто потому что куда-то надо было пойти. И здесь встает основной вопрос. Насколько вам нужна корочка? Неважно, какие у вас причины, может быть там для родителей, может быть еще что-то, но подумайте над этим еще раз. Насколько вам нужна корочка? Скорее всего, нужна. У меня есть знакомые, которые не пошли учиться никуда, потому что ну просто не видели в этом смысла. Это может быть не ваш вариант и это нормально, но просто попробуйте задуматься. Если вы все же хотите получить корочку, то стоит уяснить некоторые вещи. Во-первых, вам в любом случае придется работать. Так или иначе, если на вас не свалится там огромное наследство и вы не решите просто его прожигать, то вам все равно придется работать. Но можно работать, ну и это известная фраза, что типа найди себе работу по душе и ты не будешь работать никогда. Да, это действительно так. Не обязательно стоять у станка половину рабочего дня, а вторую половину бухать. Это не аксиома. Работа может быть классной, действительно. Я, например, видеоблогер, я нихуя с этого не зарабатываю, но зато работаю. Важно то, что в принципе, чтобы добиться любого успеха в жизни, вам нужно будет батрачить. Действительно прям вкладывать очень много своей жизни в дело, которым вы занимаетесь. И, ну, единственный логичный вариант здесь, это найти дело, которое вам нравится. Нихера себе ты умник Америку открыл! Я, да, я включил это видео, потому что я не знаю, что мне нравится. Нормальные ваши мысли читаю, да? Просто блестяще. Как выбрать это дело? Возможно, вы определитесь с ним уже после окончания вуза. Возможно, вы определитесь в процессе. Может быть и до, может быть прямо сейчас вас озарение настигнет. Но в случае с выбором вуза просто берете, заходите на сайт института, находите факультет, который вам нравится, ищите его ВК или где-то еще и находите их расписание. Расписание просто предметов на разных курсах. И просто смотря на их название и читая, что они из себя представляют, что там изучается, думайте, готовы ли вы сидеть за этим 4 года, ну или 5, или сколько длится ваше обучение. Будет ли вам интересно изучать все эти штуки? Если будет интересно изучать, вы будете очень легко закрывать сессии, обучение будет для вас приятным, и вам будет интересно то, что вам преподают, вы будете углубляться в свое дело, и возможно поймете, что есть ваше дело в процессе обучения или там по окончанию института, но в принципе, если вы пойдете туда, куда вам интересно пойти, вы не просто получите корочку, вы еще и что-то будете из себя представлять на выходе, а это важно. Если вы девушка или у вас есть отмазка от армии, то подумайте над тем, чтобы просто подождать год. Например, на Западе это абсолютно нормальная практика, очень многие люди после школы, притом в части стран Европы 12 классов образования, то есть они, будучи на год старше вас, еще год сидят и думают, а кем они хотят быть. И это действительно полезная тема. Если у вас есть возможность, и вы не знаете, куда пойти, то возможно лучше подождать. А также, вот у вас есть свободный год, или у вас нет свободного года, неважно, посмотрите, какие есть курсы повышения квалификации. Вы много видели рекламы курсов дизайна, курсов там программирования, курсов всего. На самом деле курсов просто море, просто прям завались. И в чем дело? На курсах сосредоточена всегда публика, которой интересно то, что она изучает. И это тоже очень важно. Когда вы думаете, ну вот это программирование, это там, ну что-то там есть, но это более-менее мне интересно, вы можете пойти на курсы, там сходить на пробное занятие, оно вообще бесплатное, или оплатить курс и походить месяц. Месяц в вашей жизни получения образования, это не сильно большой срок. Вы немного потеряете, но вы окажетесь в коллективе людей, которые заинтересованы ровно в том же, в чем и вы. И у вас начнется именно рабочая обстановка, потому что, как правило, курсы ведут либо практикующие специалисты, либо те, кто как минимум включены в актуальные процессы. То есть даже если вы пойдете потом на то же самое в вуз, то, вероятно, половину или большую часть предметов вам будут преподавать люди, которые немножко выпали из жизни. То есть он может быть трижды крутым профессором истории или философии, вам будет и безумно интересно его слушать про философию, но все, что он говорит про современный мир, вы понимаете, что это, ну, 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 ну ты не догоняешь, дедуль, ну, ну, извини. Я тем самым не хочу никого обидеться. Скорее всего, я в его возрасте буду такой же. Да и более того, я вне своей сферы зачастую игнорирую события. Я, например, я, например, знал о чемпионате мира, но узнал, что он начинается именно 14 июня. 14 июня, когда в метро ехал, везде иностранцы, все в футбольной форме, я такой... А это важнейшее событие для страны. И вот это вот состояние, оно присутствует у очень многих преподавателей вузов. Но есть молодые преподаватели, практикующие специалисты и специалисты, как я уже сказал, на курсах. С ними со всеми можно пообщаться. Есть куча видео, текстовых материалов о том, как работают те или иные специалисты. Вам нужно понять не то, кем вы хотите быть для мамы, там, знаете, в дипломе, вот в рамочке, вот так на стене висеть, или кем вы хотите быть в своей воображаемой вселенной, что было бы круто, если бы я был пожарным. Такой вот, выхожу на фоне взрыва с красивой красоткой, вот такой, засасываю ее, и все, взрывается. И такие титры. Вася Павленковский, пожарник. Вот эта вот херня, она вам на самом деле не поможет. Представьте, что вы каждое утро встаете и делаете одну и ту же херню. Это может быть самая разная херня. То есть, если, как бы, космонавты, они тоже, как бы, делают одно и то же. Вы поняли, о чем я говорю. Именно вы планомерно, ежедневно, регулярно занимаетесь одним и тем же. Выкраиваете для этого времени делу на выходных. Ваши друзья уже ненавидят вас, когда вы начинаете говорить о своем деле и прочее. То есть, вы должны представлять себя в этой работе. А можно идти от обратного и представить себя, довольного своей работой, и пытаться в эту схему что-то подставлять. Я оставлю ссылку в описании на канал, который публикует интервью с людьми разных профессий. Это не реклама, я просто их сам недавно нашел. И мне кажется, вот, людям, которые не знают, куда пойти, будет очень в тему. Они просто берут представителя какой-то профессии, там, от нейрохирурга до астролога. Я, кстати, не включал выпуск с астрологом, и, пожалуйста, давайте вот, вот, если вы хотите быть астрологом, то сначала хорошо подумайте, прям напрягитесь. А если вы все равно хотите быть астрологом, то отпишитесь от канала. Пожалуйста, я, ну, уходите, бля. Но суть в том, что даже опыт астролога они приводят. Так что, опять же, ссылка в описании, там хотя бы часть профессии освещена. Про другие профессии можно, опять же, просто прочитать. Скорее всего, вы так или иначе получите высшее образование. Скорее всего, так или иначе, вам нужно будет в эту систему интегрироваться. Но лучшее, что вы можете сделать, это вот эти вот 4 года провести с хоть какой-то пользой. С максимальной для вас. Если смог вам чем-то помочь, смог таки сказать что-то новое, то напишите об этом в комментариях. Может, вы зададите какие-то вопросы, и я сделаю что-нибудь еще с ответами на эти вопросы. Я просто всегда считал это важной темой, но только сейчас как-то дошел до того, чтобы ее, а не с вами поговорить. Поэтому, в общем, напиши в комментарии, что думаешь, как тебе вообще. Ты знаешь, что кнопка подписки. А это вот видосы старые. Один новый, точнее, другой старый. Они, кстати, охеренные. Не убавить, не прибавить шикарные. Кликай. Давай, давай.